В настоящее время ассортимент наших садов представлен в основном плодовыми культурами, такие как яблони, груша, реже слива. А такие культуры, скажем, как абрикос, все-таки для большинства садоводов еще далекая-далекая новинка. Но что надо обратить внимание, когда вы приобретаете саженец, в данном случае абрикоса? В настоящее время на рынке продажи саженцев присутствуют как саженцы традиционные, то есть с открытой корневой системой, так и саженцы последнего, скажем так, десятилетия, которые активно начинают продавать с закрытой корневой системой, то есть саженцы контейнерного типа, где корневая система изначально высаживается в горшочек и в нем растения ростятся до своей продажи, до реализации. В данном случае рассмотрим саженец с закрытой корневой системой. Общий внешний вид растения должен быть достаточно бодрый, не должно быть признаков уведания, не должно быть признаков повреждения болезнями и вредителями. Дальше необходимо посмотреть на место соединения, то есть абрикос должен предлагаться покупателю в привитом виде, должен иметься подвой, вот пожалуйста, вот здесь вот место прививочки, которое необходимо всегда внимательным образом смотреть, чтобы просто она имелась на самом деле. Также помимо соединения места прививки необходимо смотреть на высоту и качество самого стволика, привитой части растения. Она должна быть вызревшая, на вид крепкая, если мы вот ноготочком немножечко поскоблим, не должно соскабливаться. В данном случае перед вами саженец, скажем так, недоразвитый, у которого корневая система слабоватая, ну и вот от места прививки до верха, видите, всего сантиметров, всего ничего, немножечко. Сейчас покажем другой саженец, который уже соответствует своему предназначению для высадки в садовые, приусадебные участки. Вот, пожалуйста, посмотрите разницу. Один и второй саженец закрыты корневой системой. У высокого саженца имеется даже, вот видите, корешочек, как из горшочка выбивает, то есть мощная корневая система. И при посадке непосредственно в яму посадочную и дальнейшее прирастание, соответственно, у этого большого саженца все процессы будут протекать быстрее и оптимальнее по сравнению с маленьким саженцем.